На инвестиционном Сабантуе за Уралья 2023 обсудят создание кинокластера и модернизацию аэропорта Сибая. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства региона Рустам Муратов. Сегодня проходит нулевой день Сабантуя, который ознаменовался проведением форума бизнес-шерифов. Предполагается участие не только представителей российской предпринимательской элиты, но и участников из Казахстана, Узбекистана, Турции, Ирана и Китая. В числе ключевых вопросов заключение соглашения о строительстве новой теплоэлектроцентрали в Зауралье для решения проблемы энергодефицита и о создании новой железнодорожной ветки Сибая-Подольск-Новорудная. Последний проект оценивается почти в 200 миллиардов рублей. Завтра будет продемонстрировано такой ноу-хау в области сопровождения и поддержки инвестиций. Программа уникальная, программа защиты и поощрения инвестиций Республики Башкортостан, которая предполагает всеобъемлемую поддержку любых инвестиций вне зависимости от суммы вложений. Ну и, конечно же, завтра на этой же площадке произойдет или пройдет Global Management Challenge. Это чемпионат по экономическому бизнес-мастерству. Здесь также будет участвовать и региональная команда, и пять субъектов Российской Федерации. Также речь зашла о либерализации инвестиционного законодательства. Министерства и ведомства, а также руководители институтов развития вносят свои предложения для упрощения работы бизнеса. Постоянно к нам идет большой поток предпринимателей с обращениями. Вы знаете, результатом вот этих консультаций стало то, что не хватает очень придорожного сервиса на муниципальных внутренних дорогах. То есть на федеральных трассах, в общем-то, там все хорошо. И вот все наши предложения, которые именно от аппарата уполномоченного пришли, они касаются либерализации законодательства именно по придорожке внутри вот этих муниципальных внутренних дорог. Уже завтра в Инвестсабантуе примут участие глава региона Ради Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров. Предполагается проведение стратегических встреч и заключение перспективных соглашений.